Final Fantasy XIII, Age of Conan, Тарас Бульба, Call of Juarez, Wolfenstein, а также Как сесть за руль Porsche без прав? Что знают продавцы компьютерных игр о своем товаре? Это и многое другое прямо сейчас в Virtuality Привет, меня зовут Макс Васильев и это Virtuality В ближайшие полчаса вас ждет только самое новое и интересная информация из мира видеоигр и компьютерных развлечений Игра под девизом «Умрут все!» скоро появится на портативной консоли для детей Разработчики собираются перенести симулятор ядерной войны DevCon на Nintendo DS Ядерная война, Камасутра, что дальше? Какие еще удивительные события произошли в мире видеоигр? В новостях! Лидер американской эмо-группы My Chemical Romance Джерард Уэй В савторстве с известным японским рокером Киосуки Кимуров написал финальную песню для проекта Final Fantasy VII Advent Children Complete Это режиссерская версия культового мультика во вселенной одноименной игры Появятся ли в новой версии эмо персонажи или знакомые герои вроде Сепирота превратятся в размалеванных чудиков в фиолетово-черных одеждах? Не уточняется Интересно другое В ограниченный тираж мультфильма вошла демо-версия RPG Final Fantasy XIII Где парочка персонажей на вид явные поклонники творчества My Chemical Romance И любители как следует приметь Покажем польским поном силушку русскую Именно под таким девизом проходят русско-польские сражения в онлайновой RPG Age of Kong С 30 апреля наши геймеры и поляки яростно бьются на виртуальных просторах Кайбори в надежде получить главный приз Награда того стоит, ведь в случае победы россияне получат специальные маски древнерусских воинов А если победят поляки, то они смогут снабдить своих героев знаменитыми крыльями польских гусаров Не знаю, насколько равноценны призы, но возможность собираться в стае, чтобы атаковать противника сверху журавлиным клином Это то, чего еще точно не было в Age of Kong Обломитесь фанаты Майкла Джексона И все, кто уже положил глазик на его коллекцию игровых автоматов А это, между прочим, 1400 единиц настоящих геймерских раритетов вроде Mortal Kombat и Pac-Man Этот игровой музей собрались пустить с молотка в счет долгов певца Но в последующий момент передумали Организаторам аукциона и Майклу удалось полюбовно договориться Вследствие чего уникальный лот был снят с торгов и возвращен владельцу Видимо, 50-летний Джексон все никак не наиграется Прям мальчишка, честное слово И все-таки игровые автоматы остались в прошлом Сейчас детишки предпочитают карманные консоли Вот как раз для таких юных геймеров Sony в условиях строжайшей секретности разрабатывает новую модель Своей популярной игровой платформы PSP Интеллект, ты достал фото? Да, благодаря моим связям у нас есть это фото PSP 4000 Сделанное на камеру наблюдения Ну ты прямо как Джеймс Бонд Погоня за тобой была? Была, но я ушел от них с помощью гаджетов О которых будет наш следующий сюжет Надоели пробки? Хотите в волю погонять на мощном спорткаре? Да еще и без прав? Нет ничего проще Вам на помощь придет руль Вот один из таких экземпляров Пластиковый, тяжелый, с двумя педалями Полуавтоматической коробкой передачи и обратной связью Выглядит неплохо, но серьезных гоночных ощущений не доставит Педали хлебковатые, руль мелковат Коробка передач какая-то странная Совсем не похожа на настоящую Если для всяких нитфоспидов и прочих аркадных гоночек Еще его и более чем достаточно То вот для симуляторов посерьезнее, вроде Грид Лучше использовать что-нибудь посолиднее Например, вот этот руль Он изготовлен по лицензии компании Porsche Отделан настоящей кожей И вообще вызывает всяческие приятные ассоциации при вождении Подходит для компьютера и для консоли от Sony В комплекте идут рычаги автоматической и ручной коробок передач А также три педали на подставке И все такое, ну прям, настоящее Даже кнопочки на корпусе При вождении руль заметно сопротивляется Что очень напоминает настоящую гоночную тачку с характером Однако, украшение этой строптивой машины Пройдет без всякого вреда для вашего здоровья Разве что плечом можно от усердия вывихнуть В целом, для начинающего водителя это отличный тренажер Я за безопасное вождение Но даже такие гаджеты не спасли бы организаторов популярного торрент-трекера Pirate Bay от правосудия За нелегальное распространение фильмов, музыки и игр Их приговорили к тюремному заключению на один год Ну, нам с вами бояться нечего Мы люди честные За играми ходим не на сомнительные ресурсы, а в магазины Правда, не всегда понятно, какую именно игру приобрести И вот тут нам на помощь должен прийти Этакий супер-хиру в виде продавца-консультанта Но насколько они компетентны в своей работе В этом разбирался наш специальный корреспондент Чтобы не качать игры в интернете, поддерживая тем самым пиратство Их нужно покупать в лицензионном виде Мы выбрали произвольно один торговый центр В котором находится несколько торговых точек, продающих видеоигры И на примере вот этого бокса, Саморост 2 Мы узнаем, насколько компетентны те, кто нам продает эти самые видеоигры Вооружившись камерой, спрятанной в сумке Мы вознамерились устроить проверку на вшивость персоналу игровых отделов магазинов Трэш, конечно, но как еще было выявить профпригодность этих людей? Здравствуйте, подскажите, пожалуйста Мне вот подарили игру Знаете что-нибудь о ней? Я вот просто не знаю, стоит ли ее распаковывать вообще или нет Потому что там сзади ничего не описано Что-то про нее Если не ошибаюсь, квестик То есть вы мне играли? Нет, я обзор читал этой игры Было это достаточно давно И, конечно же, каждого работника торговли я просил посоветовать что-нибудь на свой вкус Для меня, неискушенного геймера Первое, что мне предложили, была четвертая часть Call of Duty Вот это не играли? Call of Duty Четвертая Самый вначале ломал это ломал Серьезно? Современное оружие Графика просто обалденная Спецэффект тоже крутый Здесь неплохо разбираются в игрушках Пойдем исследовать дальше А дальше нас ждал не очень приятный сюрприз По новинкам подскажете? По новинкам, на самом деле, у нас по дискам до консультации вообще нет Вот эта вот часть, она так Только посмотреть Сами? Ну, да, потому что не могу ничего сказать точно по этому вопросу В этом магазине мы не получили никаких консультаций Потому что в игровом отделе консультантов нет вообще Да Перейдем к следующему месту и попросим нас попугать В следующем магазине о заявленной игре Самороз 2 тоже что-то слышали Не играл, нет, но я знаю, что это квест Сейчас, давайте посмотрим просто у них на сайте А Ференгит о чем? Ференгит Триллер, просто очень крутой триллер С офигенными спецэффектами И вы как бы играете за убийцу и за двух полицейских Вдоволь помучив работников торговли и так и ничего и не купив Мы сделали свои выводы В целом почти все ребята оказались неплохо информированы в области видеоигр При этом, кстати, мы подозревали, что продавцы засекли, что их снимают на камеру Однако это не сделало их менее любезными Еще один плюс на их счет Итак, что мы имеем с гусями, мы прошлись по нескольким магазинам, которые, естественно, друг друга не знают И, по крайней мере, в большинстве из них игрушка Самороз была узнана Более того, в большинство игр сами продавцы играют Это круто отлегло Далее виртуалити Тарас Бульба, Вольфенштейн, Стиллайф 2 А также Как быть, если все вокруг инфицированы? Какая война на вкус? Это виртуалити Мы вернулись Создатели третьего Fallout'а анонсировали новую игру Из подробностей пока известно, что создается она на движке третьей части Называется Fallout New Vegas И является не продолжением, а самостоятельным проектом Выйдет New Vegas не раньше 2010 года на всех платформах Так что есть время на прохождение других игр, о которых мы вам расскажем в новостях Ван Зон, Ксихао Юан и Сан Шан Ксиан Вам знакомы эти японо-китайские имена? Вот-вот, мне тоже А меж тем это одни из самых славных японо-китайских воинов Когда-либо посещавших портативную платформу PSP Встретить этих товарищей и назвать их поименно Вы сможете в новейшем экшене с элементами стратегии Dynasty Warriors Strike Post И там эти неординарные и очень воинственные личности Будут сокрушать толпы врагов Во имя своего японо-китайского императора И мечом эти красавцы рубят И из лука стреляют И скачут, как кузнечки А врагов все не убывает О, и дракончик подтянулся Ну, здравствуй, дракоша Отведай нашего клинка Кстати, играть можно сразу вчетвером Мутузе неприятелей Подобно четверке японо-китайских мушкетеров Один за всех и все Но дракон Так начинается знаменитая повесть Гоголя Тарас Бульба Известная всем со школы Но то ли разработчики нового PC-слэшера Тарас Бульба «Запорожская сечь» плохо учились То ли не по нраву пришли всем слова Казацкого полковника Тараса В итоге игра начинается с того, что Сыновья Бульбы, Остап и Андрей А также их друг Мыкыта Отбивают нападение татар на какой-то хутор Клонированные татары в реках Кровищи Покорно принимают смерть от Шашки Остапа Единственного играбельного персонажа Попутно молодой казак освобождает Сотни связанных за граждан И это, пожалуй, самое сложное место в игре Далее врагами будут поляки Ну и еще черт знает что В общем, разработчикам определенно стоит Почитать классику Как там говорилось-то Чем я тебе породил? Ну, в общем, дальше вы знаете Вы помните красавицу Викторию Макферсон Очаровательного агента ПВР Девушку, которая в одиночку гонялась За ужасным потрошителем В мистическом квесте Steel Life Так вот, она его не поймала И убийца типа на свободе Но не беда Во второй части игры Она обязательно его изловит Вот только сколько он до этого успеет душ погубить Ведома только вам Ибо вы ответственны за смерть всех этих девушек И в ваших силах предотвратить этот кровавый хоровод смерти Помогая Виктории искать улики Вы готовы? Игра уже вышла Теперь каждый из вас Сможет узнать Кто стоит за всеми этими кровавыми событиями Хотя уже сейчас я могу вам сказать Что на самом деле Убийца Это... Охотиться на маньяка-убийцу Это всегда тяжело А что делать, если такие маньяки Наводнили целый город? Вот тут уж не обойтись без супергероя Который либо сожжет негодяев Огненным взглядом Либо заморозит гадов ледяным взором Вот об одном из таких супергероев Расскажет наш следующий сюжет Супергероями не рождаются Супергероями становятся Эту известную истину В который раз собирается подтвердить Грядущий экшен Инфамес Который появится в России Под названием Дурная репутация И представляет он собой Как бы это покрасивее сказать Это просто адский замес Из таких всем известных Всех любимых игр Как GTA Как Resident Evil И как Assassin's Creed А, да, ну спасибо Действительно, сюжет в игре построен На известной фичи Большой взрыв в городе Все жители инфицированы Непонятной болезнью Город закрыт Это раз Большое количество персонажей И нелинейный сюжет На который влияют Все посылки героя Это два И в-третьих Это сам герой Он лазит по стенам и крышам Паркурит Выполняет различные стелс-миссии Ну, в общем Вы сами знаете, как кто Кстати А кто главный герой? Главный герой Дурной репутации Это обыкновенный Посчитали он Коул Вот, чем-то похож на меня Возможно Ему дали задание Он должен был отнести посылку После чего Погремел взрыв И Когда Коул очнулся Он понял, что Он может делать Какие-то такие вещи Которые до этого Просто он себе И представить не мог Ну, конечно, не мог А кто может представить Что из рук Реально выпускать разряды Булять шуровыми молниями И всяким разным оружием Ну, вот, например На... На данный момент известно Что Главное оружие Это электрические разряды Электрошоковые Вот И телекинез То есть Главный герой Может усилием мысли Передвигать все, что угодно Начиная от предметов И заканчивая непосредственно Живыми существами Или неживыми В зависимости от противника Подождите Каких противников? Кто в здравом уме Будет противостоять человеку Зевсу С молниями Вылетающими из рук? Да и сам Коул С какой-то стати ему Нападать на людей? В личной жизни Коулу Произошла трагедия Вот И он Испытывает страдания И поэтому Всех хорошо Ах, вот оно что Тогда понятно И у Коулы Есть карма И совершая Различные поступки Он будет ее улучшать Или ухудшать Соответственно Завалив пару Негодяев И старушку Можно значительно Улучшить карму Хотя, конечно Без старушки Карма будет еще лучше Это же можно Любой плохой поступок Компенсировать убийством Какого-нибудь плохиша Ай-яй-яй-яй-яй И кому же это надо? Эта игра специально создана Для тех людей Которые тащатся по комиксам В то же время Любители Погонять Пострелять Походить Да, это понятно А какая у игры цель? Что вы хотели им сказать? Хорошими делами Прославиться нельзя А вообще, конечно Стоп, стоп, стоп Вообще, конечно, можно Только очень осторожно Но вы и помните В ваших руках Мир и благополучие граждан Охрана и защита невиновных А также наказание виноватых И самое главное Молнии Поэтому мочите их Мочите и поджаривайте Разредите в них Миллион вольт Скопившегося напряжения Порвите их В клочья Электротоком Испепелите Далее Виртуалити Call of Guarres Вольфенштейн А также Какая война на вкус? Это Виртуалити Мы продолжаем Знакомить вас С новым И необычным Из мира Компьютерных развлечений У американцев Видимо Появились Лишние 4 миллиона долларов И они решили Вбухать их В игру Которая должна Отучить солдат Курить Оказывается Военные Смолят вдвое Больше гражданских Интересно А как это будет выглядеть? Типа Браво Американский Вояка Бегает И тушит сигары От тела злостных Курильщиков В общем Остается дождаться Первых подробностей О проектах Про которые известно Гораздо больше В новостях А как вы думаете Что скрывается За названием Голов Простите Хуарес Не будем вас пытать Это экшен Про Дикий Запад Продолжение этой игры 2007 года Имеет подзаголовок Bound in Blood И повествует О противостоянии Банды братьев Тома И Ре Макколов Близ мексиканской границы Кому противостоит банда? Да всем Кто криво смотрит Плюет в их сторону Или там неудачно шутит Братья не стесняются Пускать в под кольты А порой прибегают К помощи динамита И тяжелой артиллерии Помимо разборок Там Ре ищут золото Того самого Извините Хуареса Который то ли Ацтекский вождь То ли неприличное ругательство В общем Хуарес их разберет Зато обещают Затейный мультиплеер И какую-то там Систему баунти Пока не ясно Что это такое Но есть намеки И на Хуаниту Подругу Хуареса В общем Ждем игру в июне Для консолей и PC Война и немцы Чем не тема Для видеоигры Что такое Вам надоели Call of Duty Спокойно Вы только посмотрите Кто к нам вернулся Сам Вэль Пенштейн В одноименном шутере Для консолей и PC Агент Уильям Блацковиц Снова в строю И снова отправляется На выполнение задания Действие происходит В 1943 году Хитро-немецкие ученые Открыли портал В другое измерение Откуда на землю Плынули всякие Потусторонние создания Ничего не напоминает? Нет? Да Именно так и начинался Doom 3 С которым у Вольфенштейна Не только схожий сюжет Но и одинаковый движок В наведении порядка В игре Уильям займется лично Для этого ему Всучили нехилый арсенал И присобачили Паранормальные способности С которыми и фрицов Поджарить можно И нечисть на стенку загнать Не проблема Ждем игру летом А пока учим немецкий Ауфидерзай Игры помогут вам Выучить немецкий Или английский языки Узнать что-то новое Интересное Но ведь для начала В них нужно научиться Играть И вот тут вам поможет Наша традиционная рубрика Качалка Обучалка всем Премудростям ММО-РПГ Вархаммер онлайн Здравия желаю бойцы Животы втянуть Руки по швам Приготовьтесь к пятому уроку В нашей виртуальной академии Вархаммер онлайн Значит так Командованию решила Швырнуть вас в самое пекло А к этому надо Как следует подготовиться Вот это книга знаний Вы пока еще ученики Школота А школьник без учебника Как орк без драки Не забывайте почаще Заглядывать в эту Потрепанную книжульку Тут вы найдете Массу полезного Книга разбита На 7 разделов Так например Подробное описание Диких тварей Которых вы встречаете Есть в бестиарии Все инструкции По выполнению квестов В специальном разделе Учите мать счастья Короче Без теории Не будет практики А теперь в бой Настало время Попробовать войну на вкус Самый простой способ Испытать силы в драке С равными себе Это так называемый Сценарий Чтобы вступить В один из них Жмите вот эту кнопку Рядом с картой мира Придется подождать В очередь Ведьмины дети Терпение украшает воинов Сценарий Это сюжетные сражения Которые происходят В специальных локациях Вступив в сценарий Вы всегда можете рассчитывать На живых противников Чей уровень прокачки Примерно как у вас Сценарий бывает Несколько типов Где-то нужно захватывать Крючевые точки А где-то просто Рубиться с врагами До последней капли Вашей никчемной жизни Во время сценарных боев Обе сражающейся стороны Зарабатывают очки Первая команда Которая наберет Нужное количество баллов Побеждает После боя Все участники Получают награды За участие в сценарии Естественно Победившись стороне Достаются все лакомые плюшки Сценарии позволяют Набрать бесценный опыт Гораздо быстрее Каждый сценарий Ограничен во времени Так что не стойте на месте Тупоголовые С момента начала сценария Вы будете закреплены За отдельной группой Действуйте сообща С соратниками Используйте разные тактики боя Те из вас Кто проявит Наибольшую активность После схватки Будут щедро награждены А кто не верит Равнение на середину С вами будет говорить Один из отцов основателей Одна из основных фишек В том, что у нас есть Специальная система За которую начисляются Очки влияния Получить их можно Во время атаки врагов Или защиты своих Объектов и соратников Зарабатывать очки Можно только в боях С живыми противниками Тех, кто не будет Избегать сражений В разных уголках Нашего огромного мира Эта система щедро наградит Слышали старшего? Какого же лысого гоблина Вы до сих пор здесь? Вашим домашним заданием Становится активное Участие в сценариях Кругом Тарш В атаку На сегодня все Смотрите на следующей неделе В виртуалити Как расслабляются геймеры Какую игру сегодня Чаще всего обсуждают Почему разработчики Делают отстой А мы в это играем И многое другое С вами был Макс Васильев Стэнбай Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok